Всем привет! С вами я, Марина Чернова. И главные правила моих кулинарных видеорецептов – готовить вкусно, просто и недорого. Обожаю куриные рулеты с разнообразными начинками. Начинки можно выбирать разные, как по вкусу, так и по структуре. Главное, чтобы все ингредиенты сочетались в одно целое. И я, значит, сегодня приготовлю куриные рулеты, очень вкусные, начиненные с сыром, виноградом и грецкими орехами. Что мне для этого понадобится? Значит, мясо с двух окорочков. Окорочка крупные. У меня была курица весом 2,200. Я взяла два окорочка, вырезала аккуратно кости и молотком для мяса отбила их вот на такие квадратики. И замариновала за два часа до приготовления блюда. Значит, я их посолила, поперчила чёрным перцем и добавила паприку. И два часа они у меня мариновались. Значит, сыр домашний, 100 грамм для начинки. Два яйца, соль по вкусу, виноград. Вместо винограда можно использовать изюм. Я иногда беру изюм. Когда, допустим, нету под рукой, я использую виноград. В принципе, заменяемость отличная. Винограда вот так вот немножко, грамм 70. Грецкие орехи. Они у меня слегка прокалённые и тоже слегка порубленные ножом. Но не слишком мелкая. Надо, чтобы текстура их орехов ощущалась в рулете. Панировочные сухари у меня домашние. А это чеснёк тут? Один чесночок маленький, очень маленький. Значит, панировочные сухари, мука и растительное масло. Всё. Сначала я приготовлю сырную начинку. Сыр потру на тёрке. И туда же в сыр тру на мелкой тёрке чесночок один маленький-маленький. Яйца перемешиваю. Добавляю пару ложек в сырную массу. Слегка подсаливаю. Ну, тут тоже надо смотреть по сыру. Если сыр солёный, то подсаливать не надо. Так, беру куриное мясо, шкурой вниз кладу. И добавляю сыр. Сырную массу разравниваю хорошенько. Половина от объёма. Посыпаю брецкими орешками. Половина от всего объёма. И добавляю виноград. Вот так вот разравниваю. Хорошенько приминаю. И начинаю закручивать рулетик. Так, рулетик завернула. Кладу на муку швом вниз. Так, также беру вторую заготовку для рулета. И выкладываю остальной сыр. Также посыпаю орешками. Когда они приготовятся, они будут очень приятно... Ну, на вкус очень приятно будут ощущаться. Текстура. Да, текстура будет очень вкусная, хорошая. Так, так же виноград укладываю. И так же закручиваю. Швом вниз. Значит, рулет посыпаем мукой вот так вот аккуратненько со всех сторон. Яйца выливаю в широкую посуду, удобную. И переношу туда аккуратно рулет. Излишки муки стряхиваю. И так же поливаю его мукой со всех... Этим, господи, мукой. Яйцом. Вынимаю из яйца, стряхиваю и в сухари. И обсыпаем сухарями со всех сторон тоже. Сухару тебе желтую. Ну да, сухари у меня домашние, с паприкой, с куркумой. Специально заранее всегда делаю много. Такие красивые. Молодец. Всё, лишние сухари стряхиваем и кладём. Вот первый рулетик у нас готов. Так же берём, лишнее стряхиваем. И аккуратненько в сухари. Шов внизу поддерживаем руками, чтобы он не раскрылся. Всё, вот значит, два рулетика куриных я сформировала. Вот такие они симпатичные в панировочке. Сейчас будем обжаривать. Наливаем масло и разогреваем не слегка, а хорошенько. Масло разогрелось. Аккуратно кладу рулеты на сковороду швом вниз. И обжариваем минуты три до золотистой корочки. Так, переворачиваем вот так вот с одного конца лопаточку. Подсовываем. Вилочкой придерживаем. И переворачиваем. И жарим с другой стороны тоже минуты три где-то. Вот так вот. Если они у вас слегка открываются, это не страшно. Потом мы их положим на противень, а не запечатаются. Также со второй стороны подрумянились. Переносим также с помощью лопатки и вилки на противень. Если они у вас слегка раскрываются, не бойтесь. Укладывайте их швом вниз. И вот так вот к бортикам прижмите. И ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут. Прошло 25 минут. Рулеты готовы. Я их вытащила из духовки. И даём их отдохнуть 10 минут. Затем будем нарезать. 10 минут прошло. Рулеты подостыли. Я их нарезала. Получилось очень вкусно. Хрустящая корочка сверху. Внутри нежный, сочный сыр с чесноком. И сочетание с виноградом даёт просто обалденный вкус. Неповторимый. Реальная вкуснятина. Просто очень вкусно. И попадается грецкий орех. Очень приятная текстура. В общем, я хочу сказать, это просто очень вкусно. Можно прям поразить гостей этим блюдом. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за внимание. Всем удачи и отличного настроения. И подписывайтесь на мой канал.